29 лет назад, в 1994 году, первые российские воины вошли в Чечню для выполнения задач в рамках контртеррористической операции и восстановления конституционного порядка. В их числе были и славянцы, которые стали защитниками мирного населения от боевиков. В нашем городе чтут память сложивших голову во время боевых действий героев. На памятное мемориальное мероприятие, посвященное Дню памяти погибших в вооруженном конфликте в Чеченской республике, в парке «40 лет победы» Славянска-на-Кубани собрались ветераны боевых действий военной службы и правоохранительных органов, родственники погибших, представители общественных организаций, учащиеся юнормейцы. Пока мы помним сложивших голову героев, они живы. Для многих семей в нашем районе чеченская война стала личной трагедией. Обернулась потерей самых родных, самых близких людей. Семнадцать наших ребят не вернулись с той страшной войны. И это боль на всю жизнь для родителей, родственников, друзей, товарищей. Вечная память всем павшим ребятам. Эту память мы стремимся увековечить в памятных знаках на школах, названиях улиц, тех населенных пунктов, где проживали наши ребята. Сегодня на митинге присутствуют участники военных событий в Чечне. Я хочу обратиться к вам, уважаемые земляки, со словами благодарности за то, что вы занимаетесь патриотическим воспитанием нашей молодежи. В этот день вспоминают всех сражавшихся за родину и погибших. Сегодня у живущих одна цель – не забыть о тех, кто остался верен воинской присяге, кто не дрогнул в трудную минуту. Достойно выполняя свой воинский долг, многие отдали свои жизни на чеченской земле. События на Северном Кавказе с декабря 1994 по 1996 и с 1999 по 2001 потребовали от российских военнослужащих выполнения воинского долга в условиях вооруженного конфликта, в условиях реальных боевых действий. И все мы помним наших ребят, которые принимали участие в этих боевых действиях. Подрастающее поколение сверяет свои часы с памятью о подвиге настоящих героев, продолжая нести эстафету патриотизма. И нынешнее поколение молодежи, и поколение, которое придут позже, не должны познавать ужасов и лишений войны. Этого не случится, если мы все будем помнить уроки прошлого, будем патриотами своей страны, нашей любимой России. Мы, молодое поколение, увыково благодарны фронтовикам, труженикам тыла за самоотверженность, мужество и стойкость. Мы будем хранить память о подвигах наших предков, о подвигах, которые совершаются и по сей день нашими соотечественниками, защищающими интересы нашей Родины. Огромное уважение к их стойкости, мужеству и патриотизму. Все собравшиеся почтили память погибших в вооруженном конфликте в Чечне минутой молчания. Затем состоялось возложение венков и цветов к Вечному огню и к мемориалу павших бойцов. Ветераны боевых действий, встречаясь на памятном мероприятии со своими боевыми товарищами, вспоминают минувшие дни, когда они были совсем молоды и защищали Отечество. Прошло 29 лет уже, и для меня 29 лет, потому что я туда попал, мы начали боевые действия со своим подразделением 29 декабря 1994 года. Мы стояли непосредственно под городом Грозным, мы оказывали содействие нашим мотострелковым частям, нашим огнем, артиллеристам. Воспоминания постоянно, все равно они остаются, как память в голове, это как бы не вычеркнешь. Тогда, на тот момент, основную массу вооруженных сил составляли солдаты срочной службы. Русский солдат, он может многое перетерпеть, пережить и победить. Тогда-то мы были гораздо моложе, и жизнь по-другому смотрелась. Сейчас мы собираемся, и не только в этот день, но еще есть и 15 февраля, есть 9 мая. Мы вспоминаем и погибших, и просто какие-то истории, которые были. Стойкость, мужество и героизм участников боевых действий давно уже известны в народе. Поклониться памяти героев пришло в этот день немало молодежи, для которых дорога наша история. Для нас, юнормейцев, большая честь участвовать в мероприятии, посвященные памяти погибших в Чеченской Республике. Мы должны не забывать тех, кто сложил свои головы во благо нашей Родины. Мы сохраним память о них. Сколько бы лет ни прошло, мы не вправе забывать о тех, кто принял огонь на себя и не вернулся из боя. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».